Здравствуйте! В эфире программа Ныне. Обзор событий города и района в изложении наших корреспондентов. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Нам не нужна война. Победители конкурсного проекта «Наследники Победы» выступили с галоконцертом в гарнизонном доме офицеров. Безопасность начинается с улыбки и письма водителю. Такие акции прошли сегодня в Ахтубинске в рамках социальной всероссийской кампании «Спасите детские жизни». Школьники просили водителей быть внимательнее на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. Начнем с повтора. На прошлой неделе информация о возможном переезде поликлиники номер 2 появилась на официальном сайте городской администрации. Как вариант, учреждению предложено помещение в жилом здании по улице Нестерова. Разместиться там сможет далеко не вся поликлиника, к тому же переезд будет временным. Жителям города предлагается выразить свое собственное мнение по данному поводу. Прошло менее года с тех пор, как поликлиника номер 2 переехала из центральной части города в Северную, под крыло районной больницы, руководство которой приложило немало сил, чтобы в крайне стесненных условиях приема пациентов сделать максимально удобным. Однако многие горожане по поводу переезда учреждения до сих пор вздыхают. Говорят, что чувствуют себя в чужих коридорах некомфортно, как-то в тесноте, оттого видать и в обиде. «Ах, как хочется вернуться в городок!» Такую фразу произносит, пожалуй, каждый второй пациент переехавшей поликлиники. Оно и понятно. Дополнительные траты времени и денег на тот же проезд раздражают. И каждый намек на новое здание из уст власти мощьих кажется глотком свежего воздуха. Недавнее сообщение на сайте мэрии о возможном возвращении поликлиники в городок вновь озабередило души ахтубинцев. Откуда эта информация, пояснила главный врач. В администрации города было проведено совещание, такое совместное, с расширенной, с представителями общественности. Мэр города предложил именно вот этот вариант помещения, сдать нам в аренду для того, чтобы разместить поликлинику. Это центр города, но вопрос в том, что там 300 квадратных метров разместить можно только первичную звену, это участковых терапевтов. Развернуть кабинет ЭКГ, развернуть маленькую лабораторию. Первичный опрос говорит о том, что жители это тоже не устроят, потому что это также нужно, вот это разделение поликлиники. То есть там терапевтов, а ко всем узким на обследование все равно приходится сюда. Тогда вопрос может быть и оставить здесь до все-таки решения, полноценного решения проблемы, именно полное размещение второй поликлиники в районе городка. Как мне Аман Галин Калевич сказал, что якобы планируется ремонт, все-таки капитальный ремонт здания того ведомства военного, где находилась наша поликлиника, ну где-то 16-й, может 17-й год, может 18-й, но в любом случае это в плане есть и ремонт будет. И вот такая дилемма у нас возникла, и вот принято решение, что на сайте города такой вот дать опрос, узнать общественное мнение людей. И здесь мы проводим анкетирование, кто обращается, жители во вторую поликлинику, тоже опрос ведем, чтобы мы четко знали. Но палка, как говорится, о двух концах. В данном случае на одном те самые терапевты, кабинет ЭКГ и процедурный, на другом финансовые затраты. До рубля их никто не подсчитывал, но что немалые, вне сомнений. Мы лечебные учреждения, у нас есть режимные кабинеты, они определенные санитарные требования. И, конечно, сейчас даже вот это, вроде бы казалось, текущий ремонт, но это все равно большие объемы финансовой затраты. К тому же, собственник помещений, а таковым является муниципальное образование, город Ахтубинск, выставит медикам арендную плату. А вот что будет далее с поликлиникой, неизвестно. На том же официальном сайте города сообщается, что размещение учреждения в доме по улице Нестерова будет носить временный характер. Так переезжать поликлиники или нет, слово за горожанами, пока их мнения разнятся. Мы только согласны. А остальные потом постепенно. Нет, потом постепенно. Очень даже неудобно, потому что нужно всех врачей проходить, бывает, и туда-сюда бегать, и там сидеть, и сюда бежать, и где эти карточки откладывать, тоже ничего не понятно. Так что будет тоже, мне кажется, не очень. Нам вообще нужно поликлиника в городке обязательно. Вот это, потому что, или вы полностью еще перевели, но уже одно то, что терапевт ДКГ, это мое заболевание, как говорится, это медаустраивает и процедурные. Это тоже очень хорошо. К слову, депутаты города вопрос еще не рассматривали, но планируют. Для того, чтобы депутаты обсуждали этот вопрос, необходимо, чтобы кто-то вышел с законодательной инициативой. То есть, или население, ну, собрало подписи, хотя бы там десятка, полтора, два, что есть проблема вот такая. Естественно, мы должны будем, и мы это сделаем, обсудим этот вопрос с теми, от кого это зависит. С одной стороны, с некоторыми работниками администрации, то есть, там, или с заместителем главы, ну, в первую очередь, в рабочем порядке, вот, с ЦРБ, с нашей, то есть, согласны ли туда перейти или нет, устроит их это помещение или нет, а потом уже выходить на те уровни, кто принимает решения, в том числе и на заседание совета, потому что нужно будет подготовить соответствующий проект решения, и, самое главное, выработать до заседания совета, выработать решение предварительное, что мы хотим. То ли передать в собственность кому-то, то ли оставить в себе в собственности, но передать в оперативное бесплатное управление, вот, то ли просто сдать в аренду. Варианты разные, но исходя из необходимости того, что это для населения, а какая нам разница, кто это будет обслуживать, наша городская организация какая-то, а у нас нет здравоохранения в городе, оно сейчас только в Министерстве здравоохранения, в Астрахани. Следовательно, хотим мы этого или не хотим, но вопрос может решаться только по совокупности с решением Министерства здравоохранения. Более того, и правильнее, если это решение будет, скажем так, инициировано самим Министерством здравоохранения, Астраханской области, потому что мы, как депутаты, не можем за них принимать какие-либо решения, а тем более инициировать вопросы, не входящие в нашу компетенцию. На сегодняшний день это помещение, оно уже передано городу, то есть, в принципе, поторопиться с этим нужно, если в этом есть необходимость. Вот, а оно будет или же перепрофилировано под что-то, потому что сейчас пустое, я лично сегодня там был, уже смотрел, или будет выставлено на продажу. Пока мы, депутаты, это помещение сняли с приватизации, с плана приватизации, но просто висеть оно не может. Оно должно приносить или какую-то прибыль, или приносить какую-то пользу городу. Городские депутаты ждут письменное обращение граждан. Анкетирование в регистратуре поликлиники номер 2 продлится до конца мая. И в продолжение медицинской темы. Случай в Ярославле 20 мая, когда 10-летняя девочка пыталась вызвать скорую помощь для своей старшей сестры, которая задыхалась от астмы, имел большой общественный резонанс. Диспетчер экстренной службы не поверила ребенку, решив, что тот шутит, и не направила бригаду, чтобы оказать необходимую помощь. В результате молодая женщина умерла от удушья. В сюжете, который был показан на одном из центральных каналов, руководитель Ярославского центра скорой помощи оправдывалась, ссылаясь на то, что девочка ввела их в заблуждение, так как путала фамилии и не могла вспомнить номер своего телефона. Сейчас этим делом занимаются следственные органы, которые и дадут оценку действиям специалистов скорой помощи. Мы же сегодня побывали в Ахтубинской районной больнице, чтобы выяснить, как работает экстренная служба у нас и реагируют ли медики, когда скорую вызывают дети. Заведующая отделением скорой помощи Светлана Суховинская говорит, что в инструкции, согласно которой действуют специалисты экстренной службы, о возрасте тех, кто вызывает врачей по телефону, ничего не сказано. Наша система работает согласно приказу СОТОМУ, где диспетчера имеют четкую инструкцию, от кого не принимают вызыва. Вызыва на скорой помощи имеют безотказательный характер, можно так сказать. Поэтому вызыва принимаются и как от детей, и как от взрослых. Но с детьми здесь намного сложнее, потому что действительно дети очень часто балуются с телефонов. Но, как правило, такие злостные нарушители у нас зафиксированы. Например, автомат с поселка Болхуны. Мы знаем, что с этого автомата дети звонят и проявляют баловство. Заведующий отделением скорой помощи говорит, что когда звонят дети, опытный диспетчер легко распознает, шутят ли на том конце провода или нет. Это можно определить по интонациям и звуковому фону, сопровождающему голос. Кстати, за ложные вызовы ответственность несут не сами дети, а их родители. И еще взрослые должны объяснить ребенку, как надо действовать в экстренных случаях, когда кому-то необходима помощь. Родители должны научить детей четко вызывать экстренные службы. Пусть это будет 03, 01 или 02. Ребенок должен знать свою фамилию. Ребенок должен знать адрес, хотя бы по которому он вызывает. Потому что бригада скорой помощи не может выезжать на такую-то улицу в районе Голубого дома. Мы выезжаем на конкретный адрес, чтобы как можно быстрее прибыть. Ни одному вызову мы не отказываем. Если человек нуждается в экстренной помощи, выезжает бригада скорой помощи. Если он нуждается в помощи неотложной, то есть отстроченной, то мы такие вызова передаем на службу неотложной помощи либо актив участковым. Что же касается ложных вызовов, то они действительно мешают работе экстренной службы. Только за первый квартал текущего года таковых было 3% от общего числа звонков. Если учесть, что за сутки бригады скорой помощи выезжают по адресам от 60 до 70 раз, то понимаешь, что пару ходок в день люди делают напрасно. Но самое ужасное то, что пока специалисты тратят силы и время на шутников, может пострадать, а то и погибнет человек, который действительно нуждается в помощи. Два дня в Ахтубинске на стадионе «Волга» демонстрировали свое мастерство лучшие каскадеры России, работающие в Московском государственном театре спортивно-зрелищных представлений. Такого большого количества зрителей стадион давно не собирал. Многие пришли во второй раз. Итак, Ахтубинск – авторадео на супер-монстрах с каскадерами, которые в воде не тонут и в огне не горят. Такого зрелища в Ахтубинске никогда не было. Об этом Семен Селезнев, ведущий в шоу программы Московского государственного театра спортивно-зрелищных представлений, сказал сразу, в начале авторадео. И началось. На наших отечественных легковушках каскадеры-профессионалы такие трюки проделывали. Дух захватывал у зрителей, забывали аплодировать. Хотя Селезнев часто напоминал об этом. Да какие аплодисменты! В руках у каждого счастливчика, кто попал на это шоу, фото, видеотехника или просто сотовый телефон. А снять было что. Молодые парни, скажем так, смелые или точнее, слегка бесшабашные, выполняли трюки повышенной сложности. Причем с элементами театрализации. Вот дама неопределенных лет с коляской. Видно, самогонщица. Встретилась с клиентом на трассе. Владелец авто товар взял, машину прыгнул, и Ванька его звали. Обидел пожилую женщину. А она оказалась не лыком шита. Смогла постоять за себя. Наказала обидчика. Как смогла? Зрители в восторге. Продемонстрировали участники шоу крутую иномарку. После взрыва разварилась на две части. Но все равно в таком состоянии они добрались своим ходом до финиша. Аплодисменты сорвала и советская копейка. Гигантский монстр должен был по замыслу с первого раза раздавить ее в лепешку. Не получилось. И со второго, и с третьего. А после правое заднее колесо суперджипа монстр-трюк взорвалось. И он вынужден был завершить бойню. Не менее интересны были трюки другого монстра Бигфута. Эта чудо-техника существует в мире в единственном экземпляре. И на что она способна, ахтубинцы увидели. На двух колесах, как на велосипедах, на отечественных машинах гоняли по стадиону не только каскадеры, но и зрители. Ахтубинцы. Сначала девушки, а после осмелили и парни. Некоторые из них, говорят, решили научиться так ездить и по городу, по тротуарам. Ведущий, Семен Селезнев, рассказал о своей группе автофристайл. Наша команда подобралась вообще со всей России. Я, допустим, я из юга России, Краснодарский край. Также, ребята, у нас с Дальнего Востока есть, из Сахалина, то есть со всех регионов. Вот в начале каждого сезона мы собираемся и выезжаем. Сезон у нас только начался, в конце апреля мы выехали, были в Астрахани, в Краснодарском крае. Гастроли у нас длятся с конца апреля и до ноября месяца включительно. То есть, грубо говоря, полгода мы гастролируем по России. Смелых, дерзких, рискованных трюков в состоявшемся шоу было очень много. Каскадеры пролетали через горящие кольца. Объятые пламенем после взрыва машины бегали по стадиону. Выполняли массу скоростных трюков. И все это для того, чтобы у зрителей поднять адреналин. Многие ахтубинцы фотографировались на память с виртуозами авторадео. Благодарили за доставленное удовольствие. В год празднования 70-летия окончания Великой Отечественной войны воспитанники Ахтубинской районной детской школы искусств имени Балакирева приняли участие в конкурсном проекте «Наследники Победы». Своим творчеством они решили отдать дань уважения людям, которые в годы войны, не зная сна и отдыха, сражались за мирное небо над головой. «Нам не нужна война» «Нам не нужна война». Слова этой песни стали девизом большого галоконцерта, с которым выступили лучшие конкурсанты проекта «Наследники Победы». «Наш конкурсный проект «Наследники Победы» он длился долго. Весь учебный год дети участвовали в различного уровня конкурсах исполнительского мастерства, театрального искусства, изобразительного творчества. Всего в проекте приняли участие более 400 человек. Каждый из них достоин благодарности. Так считает директор школы искусств. Юные артисты и художники пропустили через свои сердца память фронтовых лет, поэтому концертные номера получились глубоко искренними и трогательными. ПОЕТ НА АНГЛИЙСКОМ ЕЦЙСКОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ отражение в стихотворениях, а одной из них блестяще исполнил юный чтец Саша Порошин. Коллектив Орликина посвятил свою театральную композицию детям-героям Великой Отечественной. Все, кто выступал в этот вечер на сцене Дома офицеров, вокалисты, чтецы, танцоры, исполнители, все они родились через много лет после войны. Тем не менее, своими яркими творческими номерами они доказали – память о великом подвиге нашего народа живет и будет жить в грядущих поколениях. Сегодня актубинские школьники организованно вышли на улицу, чтобы напомнить водителям о соблюдении правил дорожного движения. В руках у них были листовки с призывом «Спасите детские жизни». В акции участие принимали инспекторы дорожно-патрульной службы, которые останавливали проезжающие мимо машины и помогали ребятам вручить письменные послания автолюбителям. «Авариям нет, Ахтубинск – за безопасность детей». Эти и другие лозунги были на транспарантах, которые в своих руках держали школьники. Участники акции «Безопасность начинается с улыбки». Мероприятие проходило на базе станции юных техников. Вместе с педагогами, а также инспектором дорожной патрульной службы мальчишки и девчонки говорили о необходимости соблюдения правил движения на дороге. Автомобили буквально все заполонили. Таковы реалии сегодняшнего дня. И только соблюдение правил дает возможность всем участникам движения чувствовать себя безопасно, сохранять друг другу здоровье и жизнь. На территории города Ахтубинска района по итогам 4 месяцев 2015 года зарегистрировано 21 дорожно-пранспортное происшествие, в которых пострадали люди. Из них два ДТП у нас произошло с участием несовершеннолетних детей, в которых двое детей получили травмы различной тяжести. Одно ДТП произошло по вине ребенка, он выбежал неожиданно на проезжую часть. Второе ДТП произошло, когда на ребенка наехали прямо на пешеходном переходе. Сегодняшняя акция у нас направлена на то, чтобы еще раз напомнить водителям и общественности о сохранении детских жизней на дороге, потому что сейчас они у нас все идут на каникулы, и нам необходимо быть очень предельно внимательными к детям. Как вести себя на дороге лучше других знают юные помощники инспекторов движения. Они были в костюмах дорожных знаков и рассказывали всем, что означают графические рисунки, а также где в городе их можно увидеть. Он означает «Осторожно, дети». Это для водителей знак. Он находится около школ, разных парков. Это предупреждает водителей, что там и есть дети, и чтобы они ездили аккуратно. Знак означает «Пешеходная дорожка». Этот знак можно встретить, например, на остановках, где переходят люди, ну или места, где людям нужно перейти дорогу. «Велосипедная дорожка». Он означает, где можно покататься на велосипеде, ну чтобы там, например, не врезаться в машину, когда я катаюсь на дороге. Немного веселых и познавательных конкурсов, а далее была самая ответственная часть акции. Инспектор останавливала машины, объясняла водителям цель мероприятия. Тем временем дети вручали листовки. Тех, кто за рулем, они просили быть максимально собранными на дороге и желали хорошего пути. Я хочу сказать водителям, чтобы они всегда были осторожны и останавливались на светофорах, и пропускали детей всегда. И хочу, чтобы они никогда в аварию не попали. Бывает, что дети перебегают дорогу, а водители не могут остановиться резко. И детям надо быть осторожным, и водителям тоже. Я же аккуратно, стаж большой. Но после такого призыва обязательно буду еще внимательней к детишкам нашим относиться на дороге. Призываю всех водителей аккуратней, обращать внимание на детишек, пропускать их всегда. На сегодня это все новости. Спасибо, что оставались с нами. Приятных вам выходных, всего доброго и до скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова